Привет. У вас высказали, что вы переживаете за отношения в ваше и, честно говоря, я думаю, что это ключевой момент, потому что вы действительно переживаете, я верю вам, верю, что вы переживаете, но ключевой момент заключается в том, что это ваше переживание, это ваш страх, и он не имеет к человеку никакого отношения, но вы вместо того, чтобы посмотреть на себя, вместо того, чтобы посмотреть на свои переживания, вы смотрите на то, чтобы убедить себя в том, что ты или нет, решение поступки вашего мужа абсолютно нормально. Вот. Это на самом деле немножко так не работает. Для вас это либо нормально, либо нет, либо это входит в систему ваших ценностей, либо нет, либо это вызывает у вас определенный страх, определенное переживание. Либо это причиняет боль. Например, боль от того, что вы можете быть неинтересным своему мужу. Например, боль от того, что это оскорбляет и принижает вашу женскую привлекательность и так далее. Но согласитесь, согласитесь с тем, что это ваше восприятие для себя. То есть, грубо говоря, это то, как вам воспринимается данная ситуация. Понимаете, какая штука. и это уже важно понимать. И вот на это я хотел бы обратить ваше внимание. В первую очередь. По поводу того, что, ну, условно говоря, делает ваш штуку муч, то это может быть, как некоторые проблемы в сексе, да, то есть, ну, я имею в виду, что ты можешь его не устраивать. Вот это может быть, как повышенная стримозность, напряженность его. Это может быть следствием проблем определенных по жизни. Продолжение следует. Но, повторюсь, самое главное, что вы, а не он, и самое главное, как вами воспринимается то, что, ну, происходит. Поэтому, обратите внимание на особенности того, как вы это переживаете, обратите внимание на причины того, что вы переживаете, ну, условно говоря, почему я переживаю, да, это, всем это сказано. Вот, и попробуйте ответить себе на вопрос, за что именно я переживаю, и что именно меня тревожит. Да? В обмену статус одной, там, самооценка негативная, вот, может быть, что-то еще, что-то нужно исследовать. Вот. Так что, пока от вас не будет дополнительных пояснений, да, и обратных связей, я думаю, что вам помочь будет нельзя. И когда вы уже разберетесь в себе, можно уже говорить, нормально это для вас, что-то происходит или нет. Я думаю, что вы, а, вполне будете, а, а, способны сами ответить на этот вопрос. Ну, там все. Я надеюсь, что помог вам. А, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.